Сейчас тут Томик в дом убирался, теперь зато все чисто, как в казарме, все блестит. Понятно, ты все еще в Украине? Да, сейчас скоро выгонят нахрен. За что? Что ты там натворил? Я сказал, что Путин не убийца, Путин кассир. Он же кассиром работал у этого, у Сычака. В портфеле носа. Ну что, так нормально? Ну шикарно. Привет. Про что говорить-то будем? Так, ну, сообразим по ходу пьесы. У нас же всегда экспромт. Ну что, поехали? На настоящая военная подготовка, да. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алексей. Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Привет, сын. Здравствуйте, товарищи. И старший лейтенант Пиджак из Израиля Юрий Гемельфарб. Итак, друзья, мы начинаем, но прошу не забывать, что мы еще плюс ко всему три мозга тайного общества полковников и лейтенантов в оппозиции, сокращенно топило, и поэтому мы всегда обсуждаем очень важные вопросы. Вот первый важный вопрос, Йорк, к тебе. Вот Байден сказал про Путина, I do, на вопрос, считает ли он Путин убийцей. Вот ты, как носитель английского языка, ты объясни. Так, убийца? Путин убийца? Путин не убийца, не убийца он, он кассир. Сидоров. Сидоров. Сидоров он кассир, не убийца. Так вот, интересная новость пришла из Москвы. К зданию Министерства иностранных дел пришел болгарин Борис Анзов, ему 40 лет, в Папахе, в Бурке, с саблей, с конем. Он пришел свататься к Марии Захаровой. Его, его, что ты закашивался, что ты закашивался? Что, он коня привел свататься? Нет, он... Это незаконно. Он законный конь, зоуфилия называется. Это же противозаконное, это же издевательство над животным. Не, он привел с собой еще трех сватов. 26-летнего уроженца Грузии, 44-летнюю уроженку Украины и 20-летнюю жительницу Подмосковья. То есть он предложил руку и сердце Марии Захаровой. Ну, это когда был... А конь? А конь? Что конь? Зачем? Он на коне приехал. Хочешь показать, что он кавалерист? Видишь, он есть Папахе, с саблей, значит, кавалерист такой, знаешь. Ну да, да. Такой он. Будённый. А 20-летняя, а 20-летняя лимита зачем? Ну, это свидетельность. Ну да, наверное. Сваты, шаферы, свидетели. Шаферы. Во-во-во-во. Шаферы. Шаферы, правильно. Еврей, что ли? Еврейская фамилия. Так что, она приняла это? Она приняла? Я не знаю. Она думает, наверное. Ну, вообще, с её точки зрения, вот с её точки зрения, услышав то, что она несёт иногда в эфире, в прямом, ну, не в прямом, а в кривом тоже, просто иногда послушаешь и думаешь, что лучше тебе с Болгарином ускакать куда-нибудь на лошадь. Не получится. И объясню, почему. Болгарина. Болгарина лумаза, потому что она же вражеская. Болгарина задержали, изъяли у него саблю, и ему грозит 500 рублей за хулиганство. А коня? Про коня я ничего не знаю. Жалко. Не, ну нормально, мужик сделал крайне шоу, хорошее шоу, сейчас разлетится по интернету, возможно, кто-то снимал. Тут не столько речь идёт о Захаровой, дело в том, что она вообще тут не при дела. Сейчас же любой дурак оденется в кого хочешь, один возьмёт коня, другой возьмёт и шака, третий приедет на слоне, а компрометация идёт как бы и её, компрометация. Хотя она к этому никакого отношения не имеет. Это то же самое, что написать на заборе, там, Захарова тире, там, на букву Б, там, и многоточие. Всё, что угодно можно делать. Понимаешь, вот такова тяжёлая судьба политика, понимаешь. Вот тут чуть понёшь не то, какой-нибудь ахинеев с трибуны высказался там, да? Например, как Путин убийца. А он бессирн. Да, бессирн же был. Ну, это да. Но, так вы мне объясните, вот, Юр, в Америке, например, если делают даме сердца предложение, там тоже надо садиться на коня? Ну, наверное, ковбои, да, ковбои, наверное, на конях это делают. Я знал, что там, я знал несколько во время парашютного прыжка, сделал предложение. Я слышал, там есть во время дайвинга. Да, я, например, знаю, в Саратове один мужик сделал даме предложение в проруби. Это ещё в советские времена было. Я сделал предложение своей жене ночью. Приехал ночью и сделал предложение. То есть я уезжал на учение. Ну, тоже хорошо. Но ты был на коне и с папахой? Не, я был поддатый. Я был в мундире, я был в мундире, да, я был в мундире. Слушай, надо же понимать, что... У меня ещё фуражка упала, она же белая. Это очень, очень хорошую ты придумал. Вот сразу видно, что евреи очень такой хитрый народ, которым всегда готов отмазаться. Понимаешь, у меня был случай такой. Служил я в бригаде в одной, в Нижнем Новгороде. Я был в роте. И, значит, командир бригады проводит совещание командиров рот. И в одной роте, а там ротных человек 15 в этой бригаде. И вот он там кого-то трахает, трахает, трахает на совещание. Потом поднимает одного, второго, значит, это кто-то, который встал, говорит... И вообще, ты развалил роту, товарищ капитан. Кто тебя на должен назначить? Кто-то стоял, стоял у него, смотри. Вы, товарищ полковник. Слушай, я, наверное, пьяный был. Вот и всё. Сразу отмазка, понимаешь? А у нас, я не знаю, я не знаю, я рассказывал уже эту историю, нет. У нас же матросам, никому нельзя жениться без разрешения. Командир, не рассказывал? Нет, нет, расскажи. Ну, это там, потому что рядовой состав, они там 18-19 лет, они там вышли в Филиппинах где-то. Нажрались, они тащат какую-то там сорокалетнюю проститутку, там, без убоги, без велоги. Люблю, всё, женюсь, значит, всё. Я не знаю, знаете, вы говорите, слышите, вы с ней разговариваете. Ну, нет, мы на языке любви. Ну, в общем, ты, значит, на корабле, а её нафиг, от винта. И это постоянно происходит. И поэтому, если он сам женится без разрешения командира, оно не действительное. Ну, так как это, они на офицеров тоже распространяются. Но офицеров, молодые, знаешь, это автоматически командир стоит. Он должен смогли хоть жениться, найди, женись. Ну, считается, что мы можем принять правильное решение. Нам ещё не по 18-19 лет. Ну, и всё, я, значит, женюсь. И командир меня подписывает, что мне можно жениться. И мы с женой хотим расписаться в городском суде. Значит, за неделю до того, как у нас свадьба. Потому что я хочу, чтобы она получила военный билет. И таким образом мы можем там в Италию, в Германию полететь бесплатно на военном самолёте. Она, как моя жена. И чтоб после свадьбы сразу. А там, знаете, неделю, вся эта бумажная работа. Ну, и всё, и мы с утра, понедельник, утром идём там в суд, я в мундире. А моя жена в те годы, она одевалась, как тебе сказать, ну, что называется по-русски. Немножко много марафету, короткая юбочка, высокие каблуки. И, ну, американцы не ходят на работу, как в ресторан каждый день. Они более одеваются, более практично. И, в общем, видимо, моя жена наложила чуть-чуть больше на себя всего этого марафета. Юбку, видимо, одела чуть короче, чем обычно. Или каблуки чуть выше, чем обычно. Ну, и, в общем, мы в суд приходим, и судья приходит. А там, значит, все пьяницы, знаете, всех, кого наркоманы, всех, кого арестовали за выходные. Сейчас судья будет их распределять туда-обратно. А что, у вас в суде расписывают, что ли? Ну, да. Ну, официально-то, а потом церковное. Вам же надо ЗАГС завести. Можно и в церковном этом сделать, но это дольше занимает, а нам нужен вот этот военный билет. Причем приходим, этот судья говорит, ну, я хочу вообще начать неделю с хороших новостей. Я сейчас вот женю пару молодых людей, а потом с этими всеми алкоголиками, пьяницами, хуйганами приняться, не будем разграться. Там такой, знаешь, все сидят в этом судебном зале, пьянь такой, выхлопу все. И я встаю, похожу с женой, он так смотрит на меня, говорит, с ног. Он говорит, я очень рад за тебя, молодец, я вижу, ты такой боевой офицер. Он говорит, я тоже служил во флоте, когда я был молодым. Такие воспоминания у меня яркие. А потом он подумает, если говорить, а как давно ты знаешь эту девушку? Я говорю, у меня разрешение командира есть. Он говорит, а, ну давай сюда. Я так не поворачиваюсь, я говорю, судья подумал, что ты проститутка, я говорю, что ты наваживаешься так. Он подумал, что я ночью с тобой выходные провел, а тебе женюсь с тобой, здорово. А он мне говорит, я во флоте служу, мол, я знаю порядки. Я говорю, да нет, волны разрешения, от командира есть. Я прихожу к командиру, говорю, блин. Я говорю, судья подумал, что я только что на выходные нашел какую-то шмару и женюсь на ней. А мы с детства вместе. Нормально. Но тут еще одна очень интересная новость тоже. Ваше высокоблагородие. Подожди, подожди, да, я еще расскажу историю. Я еще с женой своей, я ее первый раз, когда я там 16 лет исполнилась, но я уже, ну все, 16 лет, мы уже можем встречаться официально. Значит, я ее приглашаю на кадетский бал у нас в училище. А ты знаешь, нам 20, а ей 16. Это огромная разница тогда. Огромная разница. Она еще в школе учится, а мы уже как бы еще пару лет, и мы офицеры. Мы как бы в институте учимся. И мне все мои одноклассники говорят, что ребенку привел, что дитя привел. Ты вообще, знаешь, нельзя так это. Я говорю, да нет, но мы друзья, мы там друг друга с детства знаем. А она вообще не понимает, что там, ну да, ей 16 лет, мы все дети еще тогда. Ну и все. Вот сейчас мне мои одноклассники звонят и говорят, ну как, ты еще с этой 16-летней? Я говорю, ага, 16-летней. Ну да. Но ей всегда 16 лет, это замечательно. 40 лет. 40 лет. Дело в том, что тут еще одна новость имеется, и без вас, ваше высокоблагородие, никак не разобраться. Дело в том, что в северной столице, в Санкт-Петербурге решили в Полежаевском парке, в Красносельском районе северной столицы пересчитать дятлов. А в себя включают или нет? Это неизвестно. Дело в том, что некий петербуржец Роман Орлов, он написал губернатору письмо, в котором рассказал о своей встрече с малым пестрым дятлом. В ответе, который направил вице-губернатор Беглова Николай Бондаренко, однофамилец нашего Саратовского, он сказал, что теперь там будут считать дятлов. Вот в Америке дятлов считают или нет? Я не знаю про такое, но я думаю, что это хорошая идея, надо пересчитать, сколько назначать с Конгресса, сколько у нас там дятлов. А в России с Госдумы? Это тоже. Но самый главный дятел это президент. Это я согласен. А вот теперь вот с точки зрения орнитологической и с точки зрения, сколько они затратят на это средств и время. Дело в том, что я вот все детство свое, буквально с рождения, вот когда мне исполнилось 6 месяцев, и где-то лет, наверное, до 20 пока, до 21, пока жил в Саратове реально. Значит, у нас дача была в огромном лесном массиве, он ее знает через такое кумысное поля. Да, конечно. Я все лето, каждый год, каждое лето проводил в этом лесном массиве. То есть я из леса не выходил фактически. То грибы, то ягоды, то... То есть вот утром встал и ушел в лес с друзьями бегом. С рапочками. Да, это бывало, да. Уже когда постарше были. Вот. Значит, и дятла я слышал каждые 5 минут. Вот идешь, бежишь в пояс, да, или там идешь, там, или пробежка спортивная. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Значит, вот этот дятел. Я видел его, вернее, слышал его через каждые 100 метров. Вот там один дятел сидит, там другой дятел сидит. А я вот не слышал, встречаюсь с ними, через каждые 100 метров встречаю дятла. Нет, а я вот реально прям говорю, как в природе существует. Но сколько я не пытался, сколько я не пытался, на деревья залазил, на полянки выходил, бинокль с собой брал, ни одного дятла так и не увидел за 20 с лишним лет. Вот серьезно говорю, не увидел. Не, открой-то сайт Государственной Думы. Я окружен дятлами. Я окружен дятлами. А чего их считать? Подходитесь к этому человеку, сколько дятлов вы знаете? Они тебе говорят, сколько вы так подсчитаете. Ну да. На эту тему есть хорошая загадка такая. Чем отличается пессимист от оптимистов? Ну это много вариантов. Много, много. Ну вот нет, я не веду связанных с орнитологией. Это я не знаю. Ну наука от птиц. Ну. Дело в том, что пессимист слушает в лесу всегда кукушку. Знаете почему, да? А оптимист слушает в лесу дятлов. Это тоже верно. А я не понял. Есть такое русское выражение. Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить? Вот сколько она тебе прокукует, столько тебе лет и жить. И ты пессимист, а на три раза кукукну и до свидания. А дятлу, если задать этот вопрос, ты представляешь, это как морзянка. Вот это нормально. Да. Тогда ты много лет проживешь у дятла, если спросить, да? Да. Да. Это точно. Ну вообще, если ты... Юр, Юр, даже на улице у любого депутата. Да. Нет, но эти дятлы долбят так, что мы мало проживем. А есть вообще наука такая, которая ставит диагноз, если ты разговариваешь с кукушками и дятлом, и спрашиваешь их, сколько им жить осталось. В психиатре есть. В психиатре есть. Да, и ты есть такой диагноз. Ну ты же сам, ближе к медицине. Пол народа ходит и спрашивает у кукушек и дятлов, сколько им жить осталось. Ну что, логично. Да, очень логично. Тем более... Имеет право на жизнь. Имеет. Тем более, что к этому и РПЦ подключилась. Дело в том, что в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялась передача иконы, которая покровительствует войскам радиоэлектронной борьбы. Значит, передали ее генерал-лейтенанту Юрию Ласточкину. Это начальник войск РЭБ. И уже птица. Да, да, да. Так вот, на этой иконе изображен спас нерукотворный, которого в руках держат архангелы Уриил, покровитель знаний и науки, и Иегудиил, покровитель всех, кто усердно трудится. А вот ты можешь, когда ты рассказываешь про иконы, ты можешь это не по-еврейски что-то рассказывать? Ты можешь как-то... Вот по-еврейски. Дело в том, господа, вы понимаете? Что имеешь в виду, при этом кадилом размахиваешься? Ну, серьезное лицо сделай как-то. А, в этом плане. Дело в том, что вот я, находясь в Израиле, ни разу не встречал ни одного мужика, которого бы звали Иегудиил. И Уриил тоже. Не встречал. Ну, ты, может, не встречал, может, они есть, откуда ты знаешь? Ну, всякое может быть. Суть не в этом, тут суть в этом. Они есть, эти архангелы, есть. У нас же там же целая куча их. А что такие сложные имена-то? Ничего, не могу назвать Юра. Так нет. Вот, скорее всего, это оно и есть, уже потом трансформировавшись. Дело в том, что архангелы, вообще-то, в вашей же еврейской, библейской мифологии, это никто иные, как порученцы. Адъютанты. Бога, правильно? Ну, по сути дела, так и есть. И каждый из них отвечал за что-то. Допустим, Гавриил там за врата рая, там Михаил там еще за что-то там. Ну, то есть у каждого были свои обязанности. Это как бы его такая рабочая команда адъютантов, ординарцев. Вот. В принципе, они могли быть, но они не... Допустим, людей, связанных с наукой и образованием, за которые отвечает Уриил, в древности было не так много. Ну, потом сказали, кого? Уриил назначил за наукой и образованием. Когда уже появилась наука и образование, до этого же ее не было. Вот. Назначили Уриила. А второго там я... Как второго звали? И Гудил. Ну, и Гудил. Ну, кто это такой? Игорь, значит, допустим. Ну, к примеру. Или Гудил. Ну, типа того. Вот. Оно же... Богословие, оно же тоже постепенно развивается. А вот эти вот попы наши, они же, даже являясь, по сути, своей антисемитами, они всегда задумываются о том... Я их встречал таких, реально встречал. В Саратове отстранили от служения батюшку. Юра знает эту церковь, это голубые купола вот здесь на Соколовой. А, знаю, знаю, да. Ну, огромная церковь, она раньше была... Духа Сашественская, что ли, она называется? Да, 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 возле кинотеатра «Маяк». Да, 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 возле кинотеатра «Маяк». Духа Сашественская. Церковь, ну, Сашественская Святого Духа. Так вот, там, значит, приносят маленькую девочку... Голубая, голубые купола еще Тухасом называются. Что-то... Нет, там правда просто купола покрасили в голубой цвет. Да. Короче, приносят... Ну, это что, мы, что ли, ее красили в купола в голубой цвет? Это не мы. Приносят маленькую девочку. Девочке полгода крестить. А он, главный в этой церкви, говорит, каким именем будем крестить? Он родителей спрашивает. А уже все, купальня стоит или как, крестильня там, это, купель? Мы хотим имя мира. И он как взбеленился. Это что же вы будете... И прямо в открытую, в лобом сказал. Это как же вы будете крестить ее жидовским именем? Ну, правильно. Нет, нет, это все правильно. Родители схватили девочку, унесли. Написали этому самому главному предстоятелю, отцу Лонгину. Значит, и тот отстранил его от служения и выгнал из церкви вообще. Вот за это национально. В принципе, с точки зрения этого начальника... А кто будет виноват? Евреи виноваты. Конечно. Тебе служил, служил нормально все. Нет, ну, из-за них человек пострадал. Ну, это да. Нет, то есть я о чем говорю. Являясь явными антисевитами, многие из них, и я еще других встречал с такими же взглядами, они при этом не понимают, что само православие или крестьянство вообще в целом пошло от еврейских народных сказок. Ну, в общем, да. Это так оно и есть. Ну, да. Ну, да. И в заключении, друзья, новости науки. Дело в том, что... Моя любимая. Да, мое тоже. Оказывается, в ночь на 21 марта это всемирная ночь тротуарной астрономии. То есть в этот день все люди выходят на улицу, ну, энтузиасты, конечно, с телескопами, и смотрят на Луну на звезды. Так вот, в городе Усть-Кут, это Забайкалье, запретили проведение всемирной ночи тротуарной астрономии по распоряжению ФСБ. Потому что, оказывается, организатором этого мероприятия была некоммерческая организация «Центр гражданского содействия», которая занимается просветительской деятельностью. Ну, вот чекисты, оказывается, запретили смотреть на Луну. В трубу. В трубу. Но при условии, при условии. Вот так и можно смотреть на Луну. Организатором этого мероприятия была некоммерческая организация, в общем-то, достаточно либерального и, скажем так, оппозиционного толку. Они решили провести что-то, вот, связанное с просветительской деятельностью. Объявить. Конечно, я не понимаю, я уверен, что в Усть-Куте, я примерно понимаю контингент людей, живущих в Усть-Куте. Там нет университета, там даже, по-моему, нет ни одного института. Вот у нас здесь научный город, здесь в советское время было 14 высших учебных заведений. Сейчас осталось 5 крупных академий, объединили между собой. Ну, вот здесь еще, допустим, политех или физфак могут выйти там, если предложить студентам. А у кого это? Физический метр, который я заканчивал, физфак. Да. Значит, они могут. А в Усть-Куте там живут строители, лесорубы и железнодорожники. Все, и больше никого. Чего им смотреть на эту Луну? На Луну. А с другой стороны, это правильно. Все другого взяли. Нет, тут другое. Кто смотрит на Луну? Вампиры. То есть ФСБ, наверное, боится, что граждане превратятся в вампиров. О. Это тоже вариант. Нет, просто... Значит, они, значит, работают. Работают люди. Чекисты побоялись. Люди массово вышедшие ночью посмотреть на Луну. Что с точки зрения чекистского начальства, это не что иное, как неразрешенное массовое мероприятие. Вот так. Значит, работают люди. А ты говоришь, они там не такие... Только единственное, я не мог понять при этой тротуарной астрономии. Не надо им кончать с институтом. Они и так доперли, что это будет сборище свора антигосударственных деятелей астрономов. Тоже возможно. Молодцы. Ну, раз запрещает ФСБ, значит, больше другой причины нет. А как они собираются? Если так нельзя, если нельзя... Там есть еще один вариант. Что ФСБшники на Луне в этот момент проводили какую-то секретную операцию. Опустись на землю. Опустись на землю. Это ты фантастика говоришь. Я просто вот не понимаю, как можно... Значит, если они не разрешают им даже ночью смотреть на Луну, как они собираются в одиночку пересчитать всех дятлов? Я тебе серьезно говорю, в листве, кроме дерева, дятла разглядеть невозможно. Невозможно просто. Так как ты не на листву смотри, а на ствол смотреть надо. Дятел-то по стволу долбит. Основу подрубает. А ствол-то он весь закрыт листвой. Листья-то свисают со всех сторон. Ты попробуй, гляди, это ствол. И потом надо еще знать, на каком дереве. Потому что они стоят в расстоянии 3 метра друг от друга. И посмотри, с какого дерева идет стук. С этого или с этого. Тут просто невозможно. Это мы просто в дятловой теме вернулись. И вообще к науке. Понимаете, астрономия, орнитология. Вот я не понимаю. Я мы натуралисты. Я вот в СВСБ, я вот натуралист, а это законно. Что? Уже скоро будет нет. Уже скоро будет нет. Натуралистом быть. Я думал, что это надо... А, ты не говорил натуралист или натурал? Да. Артур, говори. Это в русском языке, если ты его забыл, немножко разные вещи. Ну, да. Не, вот я не понимаю одну вещь. Вот, Юр, что ты так переживаешь? Не Юр, Сань, что ты так переживаешь? Вот дятла ходишь, все детство провел и сказал дятла. Возьми, сейчас Google есть. Напиши в Google. Дятел. И тебе покажут, как он выглядит. Что он ходит на улицах? Нет, нет. Я на картинке в учебнике. То же самое. Чего им, блин, ходить ночью, смотреть на Луну? Включите. Вон, вам дали телевизор. Включите Google, значит, и смотрите на Луну. Ну, там покажешь, как Луна выглядит. Ну, в принципе, да. Сидите дома. Оденьте маски, сидите дома и не выходите. Ну, в принципе, да. Это уже мысль правильная. А так, что человек начинает тянет на природу, пообщаться с живой природой, с птицами, с рыбами, с животными, с листьями. С рыбами пообщаться, это, по-моему, точно уже психиатрия. Ну, на пальцах, на пальцах. Она будет хлопать себя по бокам плавниками, а ты будешь ей что-нибудь объяснять. Потом, посмотри, золотая рыбка-то разговаривает нормально. Она разговаривает. Нет, просто после четвертого стакана или после хорошего ширина. Сука разговаривает тоже, по-моему. А, да, тоже разговаривает. Тоже разговаривает. Но только с золотой рыбкой плохо все кончилось. Сука разговаривает только с мужчинами по имени Емельян. Это да. А дятел, видимо, разговаривает только с женщинами. Типа Валентина Хорешкова. Дятел разговаривает только с деревом. Возьмал женщин по дереву. А кто и тоже? Кто не знал вообще людей, как дерево? Даже у Урфина Джуса была целая армия дуболомов. Деревянные солдаты. Деревянные солдаты, да. Это да. Ребят, спасибо огромное за потрясающую беседу. Итак, друзья, напоминаю, с вами были капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Полковник Вооруженных Сил России Александр Глушенко. И старший лейтенант Пиджак Юрий Гемельфарб. Но я же, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи через неделю. Пока. Пока.